Здравствуйте, товарищи зрители! Полип – это доброкачественный опухоль. Люди думают, раз полип, то рано или поздно будет рак. Но это не всегда так. Итак, причины образования полипов, какие виды бывают, какие из них превращаются в рак, как лечить, опасны ли операции, что такое комплексное лечение и, конечно, профилактика. Обо всем об этом и сейчас узнаете. Да, есть разные виды полипов. Первый из них – это гиперпластический. Из всех видов полипов бывает в 30% случаев. Он не превращается в рак вообще и никогда. Другой вид полипа – это тубулярно-ворсинистая аденома. Бывает она в 5-6% всех случаев полипов, но вероятность ее превращения в рак высока, около 20%. А вот самый распространенный тип полипов – это тубулярная аденома. Она бывает в 45% случаев, то есть почти в половине всех случаев. Вероятность ее превращения в рак составляет всего 2%. И тем не менее, причин рака много. А если есть полип или любая иная доброкачественная опухоль, следующий шаг потенциальный, конечно, это рак. Потому что факторов, влияющих на образование онкологии, много. А очаги воспаления уже есть. То есть, с одной стороны, расслабляться не нужно, потому что тогда вы никакие меры принимать не будете. Все по течению поплывет. Люди операцию сделали и думают, что все будет хорошо навсегда. Но первопричину-то вы не устранили, а она же есть – это воспаление. Но с другой стороны, в панику вдаваться тоже нельзя, потому что стрессы усугубляют, воспаления и последствия их. А надо принимать правильные, верные комплексные меры. Безусловно, после операции кто выберет именно такой способ условного лечения, то есть ликвидации следствия процессов, приводящих полипу, в его видимой части? Надо, конечно, сдавать удаленный полип на проверку злокачественности. Врачи должны это делать по инструкции автоматически. Но серьезное правильное системное лечение, даже если удалять сам полип хирургически, заключается в том, чтобы создать такие условия, при которых не будет рецидивов. А ведь полипы, кисты и другие доброкачественные опухоли имеют свойство расти как грибы, в ответ на их удаление. Все как в грибнице. Обо всем этом я подробно пояснял в нескольких моих важнейших видео. Ссылки на них я вам оставлю под этим видео. Аденокарцинома, конечно, другое дело. Это почти 100% преобразование в рак. Это фактически синоним рака и есть. Конечно, причин рака много. Основных групп факторов 7. Об этом у меня было видео «7 причин рака». Так и называется. Посмотрите его обязательно. Это знать должен каждый человек. Рак всегда возникает тогда, когда нарушаются функции митохондрий. Тогда происходит сбой в программе, и клетки начинают делиться вечно. Как стволовые клетки. Но уже обособлены от организма его функции, задач. Появляется как бы инородное существо внутри организма. И еще очень важный момент. Запомните. Эти новые мутирующие клетки начинают поедать сахар в огромных количествах. То есть глюкозу и фруктозу. Смотрите об этом. В моем видео «Сахар и рак». Очень важно это осознать каждому. Как я в нем говорил, есть даже стопроцентный медицинский метод выявления даже самых маленьких опухолей и метастазов. Это PET-сканирование. То есть с контрастом. Суть которого заключается в том, что в раствор глюкозы добавляют определенные изотопы радиоактивные. Понятное дело, в небольших количествах человек выпивает и через определенное время его сканируют и видят горящие огоньки. Это и есть скопление раковых клеток. А потому они действительно потребляют огромное количество сахаров. В отличие от всех других соседних здоровых клеток. И ведь именно потому там скопление этого изотопа метки с глюкозой, которая провела этот изотоп, куда? Именно в раковые клетки, которые съели в десятки раз больше сахаров с этими изотопами. В отличие от соседних здоровых тканей. Этот метод выявления стопроцентный ста. А факт любви раковых клеток к сахару неоспоримый. О чем этот факт нам говорит? А этот факт нам говорит о том, что сахар, глюкозу, фруктозу и вообще все сладкое, надо по-хорошему убрать из своей жизни. По крайней мере тем, у кого уже есть полипы и не дай бог онкология. Тогда и только тогда раковые клетки, оказавшись без своего источника энергии, а на кетозе они работают так активно, жить, размножаться, быстро делиться не могут, как на гликолизе. И вот убрав сахара, они будут ослаблены, это как минимум. И тогда гораздо легче можно будет их уничтожить любыми эффективными мерами. Так что же способствует превращению полипов в рак толстой кишки или колоректальный рак? Да, и кстати, полипы в толстом кишечнике можно определить точно только на колоноскопии. К сожалению, процедура, неприятная многими, считается немыслимой, но она единственная стопроцентная. И, конечно, по-хорошему ее надо проходить всем, кому за 35 лет, и уж тем более точно всем, у кого есть к этому показания. Какие показания? Это длительные проблемы с кишечником, дисбактериозы и так далее. Рак всегда распространяется в зоне воспалений, и только там. Отчего в кишечнике могут быть воспаления? Кто находится в зоне риска? А те, у кого есть, например, синдром раздраженного кишечника, целяки, дисбиозы, отчего они бывают? А всегда от продуктов, приводящих к воспалениям. Это и омега-6 жирные кислоты, когда их гораздо больше, чем омега-3 в питании. Ну, например, нельзя готовить, скажем, на подсолнечном масле, и вообще это самое вредное масло из всех практически возможных. Ну, не будем вдаваться в дебри. Причинами могут быть патогенные бактерии вроде хеликобактера, да, не только язвы и рак желудка он вызывает, не только. Вирус обштейнбара. Потом факторы курения с их колоссальным количеством канцерогенов. Разумеется, алкоголь, антибиотики, ядохимикаты, стрессы, как усугубляющий катализирующий фактор, загрязнение воздуха с тяжелыми металлами, когда человек дышит. Например, окна выходят на шоссе-магистрали. Но в основном, дорогие товарищи, это, конечно, сахар и, как следствие, гормон инсулин. Они вызывают самые сильные разрушения слизистой и воспаления. А вот здоровая кишечная микрофлора защищает кишечник. Потому надо убрать сладкое воспаление, дисбиозное состояние. Жарка, особенно мясо, провоцирует образование полипов и рака. Например, при жарке мяса образуются гетероциклические амины, нитрозоамины. Это мощнейшие мутагены, канцерогены, которые гарантированно приведут рано или поздно к онкологии. То есть на 100% из 100, если, конечно, человек раньше не умрет, ну, например, от инсульта или инфаркта. То есть это просто гарантия, 100%. Вы спросите, а можно ли удалить полип без операции? Можно. И таких людей тысячи. И если вы удалите полип без операции, значит, вы убрали, устранили процессы, которые и привели вас к образованию полипов. Логично? Все зависит от правильно выбранных мер. И, конечно, своевременно выбранных. А что для этого надо? А надо знать. Чтобы знать, надо хотя бы поразмыслить. Конечно, с одной стороны, получить важную информацию, а с другой ее проанализировать. Поэтому не поленитесь посмотреть те видео, ссылки на которые я вам оставлю под этим видео. Но все же, какие меры? Вот они. Скорректировать питание. Мое видео «А что же тогда есть» вам поможет. И те видео, что я выше советовал. Чистое питание. Зелень. Обязательно. Цельные продукты. Особенно такие корнеплоды, как репа, брюква, турнепс, редька и тому подобное. Убрать продукты, которые вызывают воспаление. Сахар, то есть все сладкое на вкус. Злаки и временно даже бобовые, если есть полипы. Или после операции по удалению полипов. Можно есть яйца, овощи, зелень. Масла никакие, кроме льняного или органового. Но некоторые орехи можно, типа пекана, фундука, грецкого. Обязательно принимать полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. И лучше всего, и правильнее всего, препараты профессора Исаева, латал с селеном и амафор. Я вам оставлю ссылки на видео с профессором Исаевым. Посмотрите их. Оставлю и ссылки на эти препараты. Самый лучший вариант – это комплект. Комплекс из маркерного курса – это фунготерапия, наука, изучающая лечебные свойства высших базидеальных грибов. Так вот, маркерный курс плюс латал плюс амафор – это как база, основа, которая устраняет воспаление, убирает опухоли доброкачественные и даже злокачественные в определенных ситуациях. Конечно, это не быстрое лечение. Не все могут рассчитывать на 2-3 месяца и излечился. Полипы точно можно излечить, но это занимает от полугода до полутора лет. Зато тенденцию по уменьшению вы можете увидеть уже через 3-4 месяца. Конечно, было бы идеально включить в лечение сок корня – лопуха. Это известное старинное народное средство, но это сложно, трудно делать, заготавливать. И сырье нужно правильно подбирать. У меня, кстати, было о нем, о лопухе, видео. Я тоже ссылку вам оставлю. И вот, дорогие друзья, хочу вас обрадовать. Кто знает такие препараты, как эспинель, пехтель, кедрель? Скоро из этой серии будет новый препарат – именно концентрат сока корня лопуха, который сохраняет свои свойства, причем в концентрированном виде находится. Аналогов этому нет нигде в мире. А это и профилактика огромного количества кишечных проблем и лечение. Как этот препарат появится, я сделаю о нем отдельное видео. Подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик и нажмите все видео, чтобы не пропустить выход, в том числе, этого видео. Ну и заходите лучше, почаще на наш сайт, хотя бы через день. Сайт надгард.ру или продукты от Фролова в любой поисковой системе надгард.ру. Ссылку я оставлю под этим видео. Можете просто зайти и нажать на любой товар. Попадете на наш сайт, вот он. Витамин D3 обязательно принимайте в липосомальной форме. Он снижает воспаление. Принимать надо, у кого полипа есть, до 20 тысяч МЕ, то есть международных единиц в сутки. И 10 тысяч минимум для профилактики. Вы скажете, это много, это немного. Даже 100 тысяч в экспериментах американских до 3 месяцев длящихся никаких негативных побочных действий не выявили. Чеснок прекрасное средство, натуральный природный антибиотик, пусть даже порошок вакуумной сушки, чтобы запаха не было как от свежего. Пожалуйста, ссылку на порошок такой я оставлю вам. Микрозелень брокколи с его уникальным веществом сульфорафаном. Проращивайте семена, это очень просто. Как? Я рассказывал в своем видео брокколи. Ссылку на сами семена тоже оставлю. А это мощное и противораковое средство, и противовоспалительное. Обязательно ешьте как можно больше крестоцветных. В первую очередь разные виды капуст и зелень, такую как руккола, и вообще зелень, которая горчит. Это не так вкусно, но это полезно. Главное не допускать дисбактериозных состояний. Убирать их, устранять тут вам помогут бактерии симбиотические пропионовые и вита. Это старая советская разработка еще. Дополнительно, а это идеально совмещать вам поможет гель сорбент с хитозаном, который и является сорбентом кишечника, выводит токсичные вещества, и дает пищу для полезных наших симбиотических кишечных бактерий. Конечно, ешьте натуральные пробиотики, квашеную капусту. Пейте капустный сок, он снижает воспаление, ну свежевыжатый из белокочанной капусты, да? И об этом у меня тоже были видео. И, конечно, яблочный уксус. Перед каждым приемом пищи за 5-7 минут, 1-2 столовых ложки на треть стакана теплой воды, пейте, потому что тогда вы улучшите пищеварение и, соответственно, КПД всасывания питательных веществ. А это питание для всех клеток нашего организма, а также улучшающийся защитный барьер желудка на попадание инфекции к нам в организм через ЖКТ. Что ж, надеюсь, я дал вам очень важную информацию для размышления. Под этим видео я оставлю все, что нужно, все, что может вам потребоваться. Не ленитесь, переходите, смотрите, изучайте. Последний на сегодня совет. Не тратьте дорогое время впустую, оно работает не на нас. Завтра-завтра может оказаться никогда. Ну и в завершение я попрошу вас поставить пальчик вверх, подписаться, кто еще не подписан на мой канал, нажать колокольчик и выбрать получение уведомления о выходе всех видео, отправить ссылочку на это видео всем друзьям, знакомым, близким, поделитесь. И оставьте комментарий под этим видео. Это поможет продвижению моих видео. И это будет минимальной хотя бы благодарностью от вас мне за мои труды, за мои видео. Всего вам хорошего, до новых встреч.